Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. С сегодняшнего дня по 11 марта необходимо будет подать предварительно заявление о голосовании по месту нахождению. Это можно будет сделать следующими способами. Они могут обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, могут обратиться в любой многофункциональный центр, который расположен на территории республики, либо же могут самостоятельно это сделать через портал государственных услуг. Также с 6 марта 2024 года, точно так же по 11 марта 2024 года, они могут обратиться в любую участковую избирательную комиссию и оформить такое заявление. При подаче заявлений им необходимо иметь с собой документ удостоверяющий личность, то есть это паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ его заменяющий. 27 января глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов в Санкт-Петербурге принял участие в мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В состав делегации от Карачева-Черкесии также вошли председатель парламента республики Александр Иванов, сенатор Совета Федерации России Крым-Казаноков, заместитель председателя Народного собрания Мусаик-Зеков. Они приняли участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в память о тех, кто пал жертвой бесчеловечных по своей жестокости действий – дети, старики, женщины, а также воины-освободители, чьи мужества и отвага навсегда на страницах великой истории нашего государства. Собравшиеся отметили, что помнят и не дадут забыть их подвиг, стойкость и преданность Родине. Этот день воинской славы города-героя Ленинграда – не только память об одном из важнейших событий в годы Великой Отечественной войны, но и символ нерушимой воли нашего народа, несломленного духа людей и мощи нашего Отечества. Вечная память павшим, слава воинам-победителям, слава нашей Родине, России. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов выразил соболезнования главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову и всем жителям республики в связи с ДТП на 15-м километре трассы «Кавказ». От всех жителей Карачева-Черкесии от меня лично приношу искренние слова соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли. В результате столкновения пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Москва-Нальчик» и грузового автомобиля, также слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Карачева-Черкесия готова оказать необходимую помощь, отметил Рашид Тимрезов. В результате пожара один человек погиб. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали возгорание в одном из многоквартирных домов Черкеска по улице Гутякулова. Из дома эвакуировались 60 человек. Еще 10 человек были спасены пожарными МЧС России. В результате пожара один человек погиб. Еще один пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Причины трагедии выясняются. Всего в тушении приняли участие 21 человек личного состава и 6 единиц техники. 28 января 2024 года в 23.39 на пульт диспетчера пожарной связи поступило сообщение о загорании квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу город Черкесск, улица Гутякулова, 13А. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные расчеты в количестве 5 единиц техники, 16 человек. На момент прибытия наблюдалось открытое горение квартиры на первом этаже. Была организована эвакуация 6 тысяч человек, спасено 10 человек. В результате пожара, к сожалению, погиб один человек, пострадал один человек. Площадь пожара составила 17 квадратных метров. Пожар в кратчайшие сроки был успешно локализован и ликвидирован. Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Карачево-Черкесии возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, убийство, а также покушение на убийство двух и более лиц. По данным следствия, 27 января в аулице Рытюс произошел конфликт с участием группы лиц, в числе которых находилось трое местных жителей. В ходе драки один из ее участников произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия несколько выстрелов в указанных лиц, в результате чего ими были получены травматические повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении, двоим оказана медицинская помощь. В результате принятых мер по горячим следам установлена личность и местонахождение подозреваемого. Он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами небольшой снег, туман и гололед. Днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 6-11 в горах до 17 градусов мороза, а днем минус 3-2 и местами до 8 градусов мороза на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 7-9, днем до минус 2 и на дорогах гололедица. В Доме правительства состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав. Встреча проводилась под руководством заместителя председателя правительства Карачаева-Черкесии Джанибе Касуюнова. Далее расскажет Дарья Тендит. Охрана прав несовершеннолетних на половую неприкосновенность и полноценное развитие является одной из наиболее актуальных задач и приоритетным направлением уголовной политики Российской Федерации. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции подразделений ПДН МВД Карачаева-Черкесии Кемал Гербеков представил статистику за 2023 год, отметил снижение процента совершенных преступлений на территории республики. Он выступил с докладом об эффективности мер по предотвращению и пресечению преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Совместно с представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 938 рейдов. Проведено 3173 общепрофилактических мероприятий, таких как лекции, круглые столы. Из них 1613 перед учащимися в учебных заведениях, 469 на родительских собраниях и 115 – это по средствам массовой информации. В ходе заседания обсудили проводимую работу по защите прав несовершеннолетних на территорию Рубского района. Было отмечено, что с детьми и их родителями проводят профилактические беседы. С несовершеннолетними работают социальные педагоги и психологи. Акцент разъяснительных бесед делается на пресечении травматизма и насилия подростков. С отчетным докладом выступил заместитель главы Рубского района Казим Тимиров. В течение года на постоянной основе с сотрудниками ПДН совместно с ответственным секретарем комиссии посещались все общеобразовательные организации района, то есть 13 общеобразовательных учреждений. Осуществлялись профилактические мероприятия, направленные на раннее пресечение правонарушений в подростковой среде. Проводятся лекции на актуальные для нашего времени темы с показом видеороликов, фильмов и разъяснениями. Об организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи в образовательных учреждениях рассказала Гока Гербекова. Она отметила, что программа направлена на создание комфортных психологических условий для нормального развития успешного обучения детей. Вовлечение подростков в социально-массовый досуг имеет эффективность проверенную временем. Растет число детских и молодежных патриотических объединений. Возросли уровень и эффективность проводимых мероприятий, в которые ежегодно привлекаются более 32 тысяч учащихся и более 7 тысяч студенческой молодежи. По итогам заседания был принят комплекс решений, направленных на защиту прав и профилактику совершения преступлений несовершеннолетних. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Всероссийский день студента активно отмечается в КЧГУ имени Умара Лива. Одна из ярких представительниц вуза – студентка 4-го курса кафедры литературы и журналистики Института филологии. Лейла Хасанова не только показывает успехи в учебе, но и ведет свои курсы ораторского мастерства. О яркой студенческой жизни и о том, как научиться говорить красиво и грамотно, узнавала Лихан Лепшоков. Студенческая жизнь в КЧГУ имени Умара Лива позволяет молодому поколению в полной мере реализовать свои знания и креативные идеи. Студенты активно участвуют в различных молодежных мероприятиях, в форумах развиваются студенческие клубы. Представитель управления молодежной политики и социальных проектов университета отмечает, что вуз предоставляет прекрасные условия для самореализации молодых людей. Если выделять ключевые направления молодежной политики, которые реализуются на базе КЧГС в госуниверситет, это развитие творческого потенциала, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, добровольческие направления и студенческие отряды, которые по сей день функционируют на базе КЧГС в госуниверситет. Также хочется отметить, что в Совете обучающихся функционирует больше, чем 20 клубов по различным интересам самих же студентов. Студентка четвертого курса кафедры литературы и журналистики Института феологии Лейла Хасанова успешно учится, реализуя свои творческие навыки в различных направлениях. Преподаватели отмечают, что в университете созданы все необходимые условия для раскрытия потенциала обучающихся и формирования личности с высоким уровнем профессиональной компетентности. Заместитель директора Института феологии Фариза Хубиева отмечает, что в образовательном процессе они ориентируются на слова древнегреческих философов. Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. А зажечь этот огонь может лишь тот, кто сам горит. Не место украшает человека, а человек – место. И у Лейлы Хасановой тоже был выбор. Она тоже могла поехать в Россию, поступить в другой, может быть, более престижный вуз. Но она выбрала наш университет, Институт филологии, именно отделение журналистики. Я думаю, что она преуспеет в этой профессии, хотя у нее очень много разных увлечений. И еще очень важный момент – это поддержка родителей, поддержка семьи. С раннего детства Лейла Хасанова принимала участие в съемках различных передач, таких как «Яролаш» и даже пробовала себя на телевидении, в детских программах. Сегодня она имеет свою студию, где обучает молодежь ораторскому искусству. Сама она прошла обучение «Красочно говорит» в Москве в Национальном центральном институте развития дополнительного образования. Люди так устроены, что если ты не развиваешься, ты не можешь стоять на месте, ты идешь назад. И поэтому, чтобы мои навыки совершенствовались, я и сейчас учусь, учусь онлайн, учусь с ребятами вместе. И те навыки, те знания, которые я получаю в любом городе, на любом оффлайн обучении, я даю своим студентам, своим ребятам. На самом деле, очень сильно перекликается. И профессия журналиста на данный момент очень востребованная. И также журналисты должны уметь хорошо и красиво разговаривать. Они также работают со своей речью, также проходят обучение. Самое главное – не нужно останавливаться и следует идти вперед к своей мечте. Это и является основным девизом в жизни студентки 4-го курса Лейлы Хасановой. Аляхан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. О спорте. Стефания Кириллова, выиграв бронзовую медаль на первенстве России подзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Бурнауле, присоединилась к юношеской сборной России. Тренирует ее Тимур Наптугов. Напомню, что в состав юношеской сборной России подзюдо также вошел еще один наш земляк – Исмаил Махожев, занявший второе место в первенстве России в Бурнауле весовой категории 55 килограммов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!